Новый год, новые правила в налоговом законодательстве. Специалисты инспекции по налогам и сборам Московского района отвечают на все интересующие граждан вопросы. Их немало, один из насущных. Что такое единый налог на вмененный доход? Ответ таков. Вмененный доход – это произведение фиксированной суммы доходности на одного работника в месяц и средней численности сотрудников организации за отчетный месяц. Сухая законодательная формулировка предполагает, что руководителю предприятия вменяется платить налог на каждого человека, у него работающего. Но касается это лишь автосервисов, то есть тех, кто оказывают услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей. Обязанность уплачивать этот новый налог касается прежде всего юридических лиц, которые оказывают услуги автосервисов. И списочная численность за месяц работников не превысит 15 человек. В настоящее время сумма вмененного дохода в месяц на одного работника составляет 26 миллионов рублей. Ставка налога равна 5%. Следовательно, за одного работника руководитель должен заплатить 1 миллион 300 тысяч рублей. Как рассчитывается этот новый единый налог на вмененный доход? Прежде всего, берется списочная численность, предположим, условно за январь месяц. У вас составит 5 человек. 5 человек умножается на эту величину – 1 миллион 300 тысяч рублей. И получаем, что за месяц данное предприятие должно платить налога 6 миллионов 500 рублей. Есть и другие вопросы, которые задают владельцы автосервисов инспекторам. Возникают такие ситуации, что в 2013 году данное предприятие применяло тоже особый режим налогообложения, например, упрощенную систему налогообложения. И если по критериям данное предприятие попало с января 2014 года на этот новый единый налог на вмененный доход, соответственно, уже применить упрощенную систему, эта организация не вправе. Бывают ситуации, когда организация, помимо услуг автосервисов, оказывает розничную торговлю, оптовую торговлю. В данном случае на едином налоге на вмененный доход будут только услуги автосервисов. По торговле они будут применять общую систему налогообложения, так как остаться по торговле на упрощенной системе – это уже нельзя. В случае выявления факта осуществления организации и деятельности услуг автосервиса без уплаты данного налога и предоставления декларации, налоговая база увеличивается на коэффициент 10 за месяцы, в течение которых декларация не была предоставлена. Первая подача декларации для данной категории юридических лиц, если они работали в январе и осуществляли данную деятельность, для них обязанность подать декларацию существует до 20 февраля 2014 года. Уплатить налог нужно до 22 февраля 2014 года. Если бывают такие ситуации, что предприятие вновь организованное и еще не осуществляло и не приступало к деятельности, то налог будет считаться именно с даты осуществления, с того месяца, когда предприятие приступило к осуществлению деятельности. Предположим, это будет март месяц, значит, срок уплаты будет для такого плательщика до 20 апреля подача декларации, а срок уплаты до 22 апреля текущего года. И еще один нюанс. Законопроектом разрешается областным советам депутатов увеличивать или уменьшать в два раза базовую доходность в зависимости от местонахождения СТО или авторемонтной мастерской.